Ну что ж, мои дорогие, а мы начинаем сразу с эксперимента. Обращаю ваше внимание, что сегодня мы готовим вас к наступающей зиме. А значит, мы говорим не только о красоте, но и о практичности зимней обуви. Речь сейчас пойдет о зимних полусапожках Сандр. Все это действительно, вот как бывает часто, и с подъезда, и сразу в лужу. Именно поэтому сразу наши полусапожки Сандр мы опустили в лужу. Мы проверяем их в реальных условиях, условиях той зимы, которая бывает. Бывают морозные, а бывают дождливые, слякотные. Ну что ж, давай представим быстренько цвета и продолжим наш эксперимент. А пока мы с вами рассуждаем о выборе цвета, наши сапожки в воде. Обращаю ваше внимание, что начинаем мы, конечно же, с классического черного цвета, Ариша. А сегодня наша модница Арина выбрала для себя очень даже изысканный цвет. Для тех, кто уже хочет обновить свой обузной гардероб, добавить цвета, интересных оттенков. Посмотрите, вот он второй цвет, коричневый. И, кстати, они отличаются по дизайну, тоже обратите на это внимание. Об этом немножко позже, а сейчас давайте завершим наш эксперимент. Вы посчитали, дорогие мои, сколько времени стояли наши сапоги в воде? Сейчас для эксперимента мне понадобится сухая салфетка. Мы специально выбрали темно-синий цвет для того, чтобы все пятна были видны именно на темном. Что я делаю? Я кладу салфетку внутрь и вот так вот начинаю сдавливать. Сильно надавливать? Да, сильно надавливать для того, чтобы продемонстрировать, дорогие мои. Вот так вот я открываю, посмотрите, вот я надавливаю рукой. Для чего это делается? Если бы вода проникла уже, то стелька была бы мокрая, и наша салфетка уже была бы сырая. Ну что ж, готовы посмотреть на наш результат? Я достаю салфетку, и она совершенно сухая. Ариша, пробирь, пожалуйста, посмотрите еще раз. Нет ни капельки, ничего не остается на нашей салфетке. Наверное, у многих была такая ситуация, как и у меня, когда ваши ноги промокли, а потом промерзли. Света, этих ощущений я никому не пожелаю. Я столкнулась с этим, выбрав для себя некачественную обувь. Сколько же времени мне потребовалось тогда, чтобы хоть как-то согреть свои ножки? Я согласна. Если ваши ножки промокают, здесь мы уже ни о каком тепле говорить не можем. А вот и первый вариант, классический черный. И здесь мы видим дизайн, потрясающие стразы, декоративная шнуровка. Мы видим с вами, дорогие друзья, как эти полусапожки Сандр делают элегантной и стильной нашу Лену. Сейчас, дорогие мои, давайте поговорим о качестве. Красота – это хорошо. Качество мы уже проверили, что наша эко-кожа, кстати, из этого материала, сегодня сшиты наши полусапожки, не только эко-кожа не промокает, но и подошва. Здесь я хочу усилить вашу зону внимания. Итак, внимание, мои дорогие. Очень часто обувная промышленность забывает сделать эту стежку. Здесь она не для красоты. Наша основа, то есть наши полусапожки, соединяются с подошвой не только под воздействием термоклея, но еще мы усилили эту зону защиты при помощи шелковой нити. А все уже знают, что шелковая нить, дорогие мои, это самый прочный соединитель. Но еще раз хочется, Свет, посмотреть на подошву. Она весьма внушительная. Это говорит о том, что если мы будем долго стоять, примерно на автономке и ждать автобуса, ножки не промерзнут. Ты имеешь в виду толщина. Да, давай прямо сейчас измерим на твоей обуви, посмотрим второй вариант. Это натурально-коричневый цвет. Обратите внимание, что декор здесь совершенно другой. Здесь мы видим вышивку, вышивку на полусапожках. Обращаю ваше внимание, мои дорогие, что этот вариант также выполнен из эко-кожи под лубок. И я сейчас хочу заметить, что сами сапожки очень мягкие. Ариша, я попрошу тебя помять сапоги, показать, насколько вот они комфортные. Посмотрите, мои дорогие, это еще одно преимущество эко-кожи. Эко-кожа не только не теряет своей эластичности, она еще и подстраивается под вашу ножку, как натуральная. А ваши сапожки способны на такой экстрим доказать такую мягкость? Я уверена, что нет. Позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно это зимой. Света, хочется спросить, на какой температуре мы можем с легкостью надевать наши полусапожки? Ну что ж, я предлагаю сейчас, Орешка, заглянуть тебе внутрь и потрогать утеплитель. Это искусственный мех, но у искусственного меха есть свои плюсы. Там никогда не заведется моль, никогда не заведутся бактерии, которые, кстати, влияют на запах обуви. Итак, мои дорогие, сегодня многие обувные производители выбирают искусственный мех. Посмотрите, какой он толстый. Это же настоящая шуба для ваших сапожек. А теперь о температуре. Минус 15-20 градусов удерживает наши зимние полусапожки Сандер. Минус 15, минус 20 градусов. Вот он, тот самый заветный комфорт, о котором мы ждали. Но у меня к тебе еще один вопрос. Ведь часто полусапожки, например, на полной ножке, на полной кре не сходятся. Подойдут ли они всем дамам? Отлично. Посмотри, Ариша, я сейчас обнаружила здесь эластичную ленту, которая поможет этим сапожкам подстроиться под объемы ножек. Если у вас полные ножки, склоны к отечности, мои дорогие, не переживайте. Ваше спасение здесь внутри. И оно закрыто шнуровкой декоративной и, конечно же, стразами. Эти сапожки рассчитаны для элегантной модницы, кто не может подобрать для себя нужную, удобную, комфортную зимнюю обувь. Ну и, Свет, я как автовладелица все время проверяю на прочность нашу подошву. Сравниваю всегда с автомобильными шинами. Посмотрите, вот вчера в Москве начался гололед. Лично я, выходя в магазин, два раза чуть не подскользнулась, потому что выбрала обувь именно без подошв. Посмотрите на протектор. Ваша защита этой зимой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok